Ребята, мы едем за внуком. Он на работе немножечко подработать решил. Экзамены у нас все сданы. А вот что хочу показать. А показать я хочу вам гору. Называется она у нас Змейка. Сейчас попробуем показать получше немножко. Вот так вот. Уже у нас вечер, ребяточки. Скоро 8 часов вечера. Как всегда сотрясение нам делает полицейские. Полицейские мешают. Да, ну ты сильно тоже не увлекайся. Посмотрите, у нас закат. Какая красота. Да, сильно окно очень. Муж говорит, покажи, покажи город. Вот показываю. Видите, какая красота. Ну уже все, конечно. Это трасса у нас идет. Лазерка, куда трасса эта идет? На Минвод и до Москвы. Да, эта трасса у нас идет. Вот Минвод и мы будем около аэропорта. Покажу вам тоже. Аэропорт не будет видно? А там у нас проходит всемирная, да? Нет, всероссийская, не всемирная, что я говорю. Какая-то там выставка. Вот от дочкиное производство работает там внучу. Ну на несколько дней их там взяли, ребят. Ой, наверное, сегодня напашется мальчишка. Вообще. Вот такая трасса. А это уже Минвод и мы практически уже подъехали. Сейчас разворачиваемся. И вот этот центр. Видите, идет. Как он правильно называется? Это какой-то конгресс-центр. Конгресс-центр. Какой-то конгресс-центр. Ну это мы с задов, да, Лазер? Это вот. Видите, как он смотрится. А почему не подъехать нам ближе? Нельзя? Там вообще никого не было. Поблица не пускают, чтобы, не дай бог, лишняя машина какая-то была. Да, ну там никого не было. Он свободно машина. Сейчас попробуем заехать туда-то. Давай попробуем. Ну хотя бы там поближе немножко. Ну что это? И вот гора. Это же та же змейка, да? Да, да. Только с другой стороны, ребят. Видите, как по-другому совсем она смотрится. Вот сейчас мы в конгресс-центр. А мы скажем, что тут работает. Надо рабочего забавить. Скажем, скажем. Скажем, скажем. Это не наши ждут? Нет. Какие-то ребята тоже работают. Видишь, вот все работники тут стоят. Это работники. Что это за работники? Мы что-то прям вообще едем. Наверное, нельзя. Ну, когда нельзя, скажут, нельзя. Вот тут точно. Когда нельзя, скажут, нельзя. Что-то то не хотел. А это прям... Остановимся. Да, мы прям, знаете, с задов. Знаете, как при хорошем времени. Хороший... Сейчас пойду спасу. Ходил по блату заднего двора. О, какой-то. Видите, машину, наверное, привезли. Здесь разные выставки всероссийские. Разные-разные бывают. Мне прям интересно, что сегодня за выставка. Какую-то новую машину пригнали. Вот она, видите? Совершенно новая. КАМАЗ. Да. Мы, наверное... Мы, наверное, не там встали. Ладненько, ребятки, посмотрим, что тут за ситуация. Посмотрите, какое небо. Там где-то молнии. Да, дождик должен. Так, ребят, собрали, кого нужно. Все, едем домой. Гляньте, какие горы красивые. Ой-ой-ой-ой, какая красота. И у нас уже около девяти. Видите, как красиво. Ну, немножечко сотрясения будет у вас. И узнала я. Сельско-хозяйственная будет всероссийская выставка. Ну, пока идет подготовка. Дорогие мои, доброе-доброе утро. Кавминводы. Моя красота. Вы посмотрите только. И белая. А это такая моя розочка. Красавица. Да? Прекрасное время. И ничего я в вазу не ставлю. Ребят, ничего. Пусть растут и радуют мой глаз. Всем-всем привет. Еще раз. Друзья, у меня малины. Вот так. Урожай попер. Как говорится, да? Вот такое у меня приспособление. Крючок, ведерочка. Вешаем. И собираем урожай. Это у меня сегодня такое утро. Погода у нас великолепная. Вы меня видите. Специально показываю, насколько у меня высокая малина. Обратили внимание, да? С мой рост. Погода. Вернусь к погоде. Погода у нас сегодня прекрасная. Для уборки урожая малины. Ребят, ну правда не знаю, куда я ее буду девать. Не знаю, ребят. В морозилке еще прошлогоднее. У детей малины полно. Я не знаю. Но будем все в баночке, в баночке. Но первый урожай я всегда замораживаю. Ничего. Заморозим. Все-таки я люблю малину. И сделаю я ее с медом в этом году. Покажу, как. Ой, ребята. Это не передать. Жара давит. Но мы не жалуемся. Нам очень-очень хорошо. Если бы не было бассейна, мы, наверное, бы, ребятки, угорели. Дождей нет. И самое интересное, вот живем же под горой. Чуть ниже дожди идут. А у нас дождей нет. Это что такое? Так, надо узнать, кто в нашем районе здесь грешный. Наверное, все. Поэтому нам и дождей нет. Ой, ребят. У меня спрашивает. Светлана Александровна, а вы собираетесь в отпуск? Да, собираемся. Но когда, не знаем. Это, наверное, будет так неожиданно. Ждем, когда приедет зять. Он сейчас в командировке. И вот, когда приедет зять, тогда будет у нас отпуск. Ребят, почему рассказываю об отпуске? Многие мне уже написали, куда, что. Не знаем, ребятки. Очень хочется выехать. Вот только сегодня списывалась в Сочи. Вот. Там у меня есть одно прекрасное тихое местечко. А мне действительно хочется такое место, чтобы муж мог заниматься рыбалкой. А я, ребятки, отдыхала, и мне никто на пляже не мешал. Чтобы не было много людей. Там много людей нет. Да-да-да. Это место мало кто знает. А если узнают, то все десять лет подряд ездят. Вот, а то и больше. У меня есть одна знакомая с Армавира. Она туда ездит уже двадцать лет, ребят. Представляете? Да, я могу сказать точно, отдых для пенсионеров. Кто любит тишину, кто устал. Там и молодежи много. Я просто шучу. Очень много молодежи, ребят. Именно те, которые хотят тишины. И там сел на электричку, проехал, и ты уже в Соча буквально три минуты. Да-да-да. Вот. И, пожалуйста, развлекайся. А электрички ходят допоздна. Развлекайся. Там столько тебе шума, что мама не горит. А вот именно здесь, ребятки, тишина, пальмы. Тишина, ну, речка, что тебе надо для отдыха. А у хозяев такой огромный бассейн с рыбой плавают. Я всегда вставала рано утром, сидела у бассейна и пила кофе. Одним словом, мне там очень понравилось, ребят. Да-да-да. Конечно, хотелось бы поехать на машине. У них там своя кухонька есть. Вы знаете, что мой муж кушает. Ну, откуда вам, в принципе, знать? Я говорила, если кто подписан давно, те знают, что мой муж любит кушать именно то, что приготовлю я. Да, ребят? Вот. Поэтому я туда беру мультиварку. Даже могу взять туда эту сковородку электропицца. Да-да-да. На ней хорошо очень завтраки делать любые. Поэтому, ребят, хотелось бы на машине. Но я же говорила вам, что у меня прилетели сёстры с Германии одна и вторая сестра с Испании. Оба в Краснодаре. Представляете? Конечно, нам надо ехать на машине в Краснодар. Всех проведать. Всех увидать. Вот. И ехать на море. Там рядышком. Ну, что там? Сто километров, и вы на море, да? Наверное, скорее всего, вот так у нас получится. Теперь, ребят. Второе, что я хочу сказать. Мы же с мужем собирались. Вот. А теперь ещё и старший внук просится с нами на море. Вот. Вы видите, вот, с самого, там, наверное, четырёхлетнего возраста мы его брали. И вот теперь он отдыхает только с нами. Восемнадцать лет парню. А он говорит, бабушка и дедушка, я хочу отдыхать с вами. Ну, что сказать. Вы сможете отказать? Нет. А там уже и внучечка подросла, гаточка. Они вот едут с родителями в Гагры. А теперь просят, просят, да, говорят, бабушка, я хочу успеть ещё и с вами. Вот так вот. И вот, не знаю, вот такой хвостик вырос. Я думаю, думала, что когда мои дети, мы отдыхать ездили только с детками всегда. Я никогда их не оставляла ни на кого. Я своих деток растила сама, девчонки. Поэтому мы отдыхать ездили. А если ездили, то только с детишками. Вот. И, ребят, думала, что я, когда выращу своих деточек, да, то я буду ездить только с мужем отдыхать. Ну, почему-то не получилось в моей жизни так. Конечно, наслаждаюсь, когда со мной внуки. Вот. Ну, как-то вот так, ребят. Раньше думала, ну всё. В Дагестан будем ездить без внуков. Вот. И там будем отдыхать. А на Чёрное море будем играть. Мы в год стараемся два раза съездить. Вот. В Махачкалу ездим. На Каспий. Там родственники моего мужа. И ездим на Чёрное море. Хотели, конечно, поездом, чтобы, ну, муж отдохнул, да. Да, в конце концов, он не любитель пива. Ну, даже если баночку выпьет пиво и всё, да, расслабится. Да, лёг и за ночь мы уже там. Вот. Это же прекрасно, ребят. Здесь ночью выехал, там утром рано встал. Да? Это же отлично. Ну, не знаю, дорогие мои. Даже не буду врать. Очень хочется. Но, может быть, всё-таки мы проедем и в Краснодар. И проедем мы всё-таки в Якорную щель. Вот, куда я вам говорю, под Сочи. Вот. И отдохнём ещё там. Прекрасный отдых. Прекрасный отдых. Кто не был там, можете поехать отдохнуть, ребят. Ну, вот, у кого есть желание. Так что я специально рассказала вам про планы моего отдыха. Как буду отдыхать? Как буду отдыхать, обязательно сниму. И мои внуки. Ну, это двоюродных мои. Вот. Вот. Мы со всеми общаемся. Так нельзя. Так нельзя. Но есть в нашей семье по мамы на линии мой двоюродный брат, который не хочет общаться. Он не то, что со мной не хочет. Он даже со своим родным братом не общался. И его дети говорят. Нам, родственники, не нужны. Ну, ребят, я же никого не могу заставить. Правильно? Правильно. Вот. И я. Это уже моя инициатива. Может быть, я и не права. Но вы знаете, да, я всегда говорю правду. С двоюродной сестрой по мамы на линии я тоже не общаюсь. Расскажу, почему даже, ребят. Я, знаете, может быть, я не права. Я не говорю, что я во всем прям права. Нет. Но не могу перешагнуть. Когда у меня дочка лежала в Краснодаре. Вот. В больнице. А лежала она с маленьким ребёнком. Делали операцию на сердце. Ему было то ли месяц, то ли два. Вот. Да, Николай Романовичу нашему. Вот. Она обещала прийти и принести вещи гигиены. Мы далеко. Вот. Тогда мы выехать просто не могли. Вот у нас... Ну, было такое, что мы не могли. Именно в тот момент... Мы потом же поехали. На следующий там день или... Я не помню уже. Врать не буду. Мы поехали туда. Потому что у меня там ещё... Помимо неё у меня брат в Краснодаре был. Да? Как раз двоюродный мой. Вот. Племянник мой Виталик. Они поехали и всё отвезли дочке. Но мне хотелось, чтобы именно поехала сестра. Потому что это были средства гигиены именно женские. Понимаете меня? Поймите меня правильно. Она пообещала. Дочка прождала её. Вот. Сама не вышла. Может быть, она могла выбежать там куда-то что-то. Дитя не бросить, ребят. Было. Понимаете? Вот. И она мучилась. Она, ну, просила других людей. Вот. В этот день. Но если бы она сказала, нет, я не могу. Конечно, я сразу обратилась к брату. У меня один брат и второй брат. Вот. Но пришлось, конечно, обращаться к брату. И брат, ну, племянник. Вот. Он поехал, всё передал. Всё, как говорится, дочке сделал, что ей было необходимо. А сестра так не объявилась. Понимаете? А я так решила. Если в трудную минуту нет своих родных, которые прям там рядом, вот. Она даже свой поступок не объяснила. Ничего, ребят. Я просто перестала общаться. Ну, как сказать. В трудную минуту нет, да? А зачем мне тогда, когда хорошо? Ну, вот. Я так, например. Я такого мнения. Я не обсуждаю её. Я ей в глаза сказала и прекратила общение. Поняла? Поняла. Не поняла? Ну, наверное, человек гордый. Ну, например, я бы извинилась и свой поступок объяснила. Она не объяснила, ребят. В общем, поделилась. Приехали наши ребятки. Буду прекращать общение. Хорошо? Смотрите дальше. Не забывайте. Подпишитесь. Смотрите Дзен. Обязательно. Я вас очень прошу. Я буду рада и благодарна. Всего доброго. И пока Николай Романович расстроен. Дедушка на уколчик возил его. Приехал, даже общаться не захотел, мой сладкий. Говорит, очень делает больно. Не пойму. То ли укол больной, то ли так медсестра делает. То ли он не хочет терпеть ребёнок. Устал уже. Устал от этих уколов. Устал уже от этих лекарств. Устал наш Николай Романович. Видимо. Жалко дитя. Но всё, ребятки. Этот телефон включился сам. Представляете? Вот такой он у меня. Папарацци. Сам включается. Но выключаться сам не хочет. Всё сымает, сымает. Подпойно. Да. Жёлтая пресса. Друзья, будем готовить такую вкуснятину. Для этого нам надо для начала сварить фарш. Именно сварить. Фарш в воде. В фарш добавляем любимые специи. Соль, лук, чеснок. Ребят, одним словом, чтобы был очень-очень вкусный фарш. Нарезаем капусту. В капусту добавляем любимые специи. В фарш и выпарилась водичка. Можно добавить любое масло. Слегка поджарить фарш. Слегка. Добавляем яйца. Приблизительно грамм сто. Нужно сыра на тёрочке. Опускаем в тарелку с капустой, яйцами и сто одной специи. Всё хорошо перемешиваем. Никакой муки и никакой манки ничего не добавляем. Всю эту капустную массу нам надо запечь. Для начала я буду делать именно в сковородке. Пицца сковородка электро. А вы можете просто на сковородке разложить, на противень в духовке, чтобы зарумянилась вся эта масса. Я его перевернула. На середину я выложила наш фарш и положила сыр. Заворачиваем края и смазываем сметанкой. И ещё немножечко запекаем. Дорогие друзья, это блюдо вам понравится 100%. Кушать можно как горячим, так и холодным. Но нарезку советую делать в холодном виде. Так красивее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!